Премтехника особенно новая, особенно необычная, часто привлекает игроков. И Турм-3, я думаю, он просто снискал все лавры по количеству вопросов о том, стоит ли покупать его или не стоит. Пиар-акция у этого танка была нереальная, ибо 30-мм пушка, качающаяся, точнее стабилизированная механически башня и 105-мм-ка с автоматом заряжания, очень все это интересует игроков. А как же вообще это нагибает, не нагибает, будет ли прокачивать технику? Сегодня с вами и разберемся. Прежде всего, это техника пятого ранга, что грустно, не шестого. Значит, она не прокачает вам совсем уж немецкие топы. Боевой рейтинг 8.0. При этом фармить она не будет, это я вам сразу говорю. Однако, может быть, это играется так, что и фармать-то не надо. Главное прокачать всю технику и получить удовольствие от машины. Вот и посмотрим, что может этот казан в реалиях игры на боевом рейтинге 8.0. Буду рад, если поддержите это видео, и погнали! Ну что ж, время применить наш безостановочный пулемет. Кстати, я смотрю, кто-то уже тут на турмах третьих, их напокупали, поэтому видео вдвое не актуально. Чё-то я вот смотрю, и он похож на лоботомированного какого-то дурака. Тьфу, реально срезанная просто начисто половина башни этой огромной. Почему-то мне ещё кажется, что это нифига не прибавляет ему живучести, как к кугель-блицу, отдельная вот эта башня. О-о-о, да, боеукладка-морковка в казан накидана! Короче, выжить вообще без шансов, я понял на этом. Зато перезарядка 5 секунд, и боеукладка в первой очереди бесконечная практически. Ну и плюс вроде как вот эта вот механическая стабилизация башни... Вроде быстрой, но не успеваю. Он едет дальше. Тридцаточка. Ай, хорошо, я что-то вообще про неё забыл. Пока. У нас десант из Мардоров просто накинулся на врага, там ещё едут. Да, это, конечно, забавно. Это забавно, Мардор просто скинулся. Ну, и я пошёл, как это, в Варкрафте третьем рабочий. Вот чё-то похожее было. Наверное, зря я сюда залез. Чё-то любителей постоять на этой позиции слишком много. А ещё у меня лагает дико. Я не знаю, почему после этого патча у меня на тех же настройках бесконечно фризит, просто ужасно лагает. Хотя, с чего бы вдруг, абсолютно не ясно. Никого не видно. Кто ты? Боже, лаги эти нереальные, абсолютно. О-о-о-о! Вслепую с тридцаточки закинул взрыв боекомплекта зенитки. Боже мой! Турум-3, конечно, очень интересная техника. Боже, что он творит! А, ну за это лайк. Да, или бан. Я не знаю. В зависимости от ваших религиозных предпочтений. Что вам больше нравится, лайки или баны. Но, блин. Кстати, наверное, от арты эта штука страдает. Потому что вряд ли тут какая-то особая броня есть. Потому что везде её тут 20-30 миллиметров. И это не те цифры, которые я бы хотел видеть на своём среднем танке. Боже, у меня постоянно просаживается фпс. Я ничего не делал по настройкам такого жуткого. Но лагает безумно. Я даже ультра текстуры убрал. Я думал, сначала в них дело. Не хватает, может быть, видеопамяти. Но дело просто в херовой оптимизации патча. Не попал. А 30-ка-то, наверное, должна хорошо против такого работать. Только вот углов наведения у нас нифига нет. И, кстати, башня не так уж и быстро вращается, если подумать об этом. Вот смотрю я на скорость. И что-то как-то вот... Не впечатляющие показатели. А, он дальше летит. Ну, я ничего не смогу с ним сделать, с этим чуваком. Наверное, вдогонку-то вряд ли я ему накину. А, у меня и боекомплект кончился. Да, довольно мало боекомплекта. Но я думаю, она ещё перезарядится. Вряд ли же она полностью выйдет из боя. Из игры. У меня ещё мелкашный пулемёт этот зенитный. Но в нём толку совсем немного. Давайте чуть-чуть приподнимем себя. Не, да. Эта 30-очка перезаряжается, но поднять её, увы, нельзя. Никак. Всё, хватит аутировать на этой позиции. Ну, ты-то зачем сюда едешь? Ну, у нас в центре точки теряются. Захват... Боже, как всё лагает. Я не знаю, насколько это у вас видно на видео, но у меня просто постоянные призы. Нам надо ехать на точку Б, на захват. Я не знаю, мы захватили верх и так на этом успокоились. Значит, мы проигрываем. Алло, пацаны. Нам как бы надо что-то с этим сделать. Это просто жесть. Почему оно так лагает? Безумно абсолютно. Причём нет никакого действия вроде бы, но это просто жесть. Надо настройки снижать. Просто реально фризы. Я не уверен, они вообще могут уйти у меня. А ты кто? Мы кого там видим? А, всё, он погиб. Это был батчат. Басильон, чатильон. Бульон, медальон. Нет уж, бульон, медальон нам не нужен. Так. Опа. Мы видим тебя. А ты нас видишь? Минус 12 у нас, кстати, углы. Что позволяет нам... А, щас, 30-точки фражек. А, вот тут вот я обосрался, конечно, да. Ой, я этот гриб вообще нигде не спрячу. Слушайте, я ему могу орудие сломать. Да, я сломал ему орудие. Я сломал ему в 30-ке орудие. Офигеть! Боже, надо привыкать к тому, что это вооружение просто имба имбущее. Это 30-очка. А, я не могу по быкану выстрелить. У меня кончились патроны. Надо ждать, когда дозарядится. А будет какой-то звуковой сигнал? Не, никакого звукового сигнала. Я просто его сожгу. Господи, я быкана могу убить. Не, не хватило урона. Он слишком большой. Ну, вот так вот. До свидания. Офигеть! Боже, что творит Трум-3! Боже! Эта 30-ка, она... Она просто великолепна. А почему ты, по мне, не попал? Ну, ты зря, по мне, не попал. Всё, перезарядка в 5 секунд. До свидания. Боже, я такое чувство, как будто играю на британце. Только с хорошей подвижностью и при этом ещё и с 30-кой. Это какой-то трэш. Блин, фаша я просто не... А, он ещё и пропал. Исчезающие фаши меня убили. Ну, знаете, против такого я не умею бодаться. Короче, Турм-3, если ты как-то не становишься целью для противника сразу и где-то ныкаешься на своей жирной туши, это пипец. Чё творит? Эти 30-ки убивают технику. Сколько пробитий, интересно, на 30-ке у Турма-3? Вот, непонятно. Ну, думаю, что миллиметров 40 должно быть. Если он так спокойно всё это делает. А главное, за счёт калибра ломать стволы противнику. Это круто. Хотя брони всё равно может не хватать, даже против вражеских там пулемётов крупнокалиберных, я полагаю. Но, но орудие, вот, огневая мощь, без сомнений, крутая. Это что-то с чем-то. Так, а я смогу, интересно, вообще что-нибудь тут сделать? Я вижу, что ли ракеты какие-то летают. Да, там, хеликоптер, хеликоптер! Где хеликоптер-то, интересно? Его как бы видно, но не видно. Я знаю, что от него просто прилетела ракета. Но сам по себе... А, вот он, всё вижу. Вот он висит. Ну, опять же, на фоне неба только можно увидеть, потому что спасибо тебе, игра. Абсолютно невозможно иначе никак это всё. Так, он начинает падать, улетать. Но падать и улетать ты будешь в ангар, детка. А попасть? Критические повреждения. У меня какое-то, не знаю, ощущение, как будто я не с двадцаток стреляю, а, не знаю, сжёванной бумагой. Ну, в принципе, я не думаю, что он как-то выживет. А чему я ему повредил? Какие критические повреждения я ему нанёс? Он как бы летает, как летал. Ещё попадание. Боже, эти вертолёты... Это жесть какая-то. Я не попаду, наверное, но... На всякий случай я туда всё скину просто. Бам! DCA-ка минус. Кстати, радарная зенитка, которая очень могла бы меня убить. Блин, а если вертолёт я отпущу, то он улетит. А я не могу его убить. Меня эти зенитки сейчас с говном съедят. Ах, какая ужасная история. Швед, что ли? Попадание. Минус двигатель. Это был швед и кавешка. Очень страшная штука, на самом деле. Там где-то самолёт. Это наш или что это? Блин, не вижу я этот ни вертолёт, ничего. Да, у меня на хвосте. А, ну всё, я как бы... Я что-то думал, что он не сможет на меня зайти. Кто это вообще такой? Непонятное что-то. Ну, по боевому рейтингу, как бы, рада-то у меня не подходит. К моему сетапу. Но даже так, мы чё-то досмогли сделать. Как минимум, фраг и прогнали вертолёт. Но мы всё равно проиграли. Как бы мы ни потели. Сами знаете, союзники хотят победить. Ну, абсолютно бесполезно. Давайте в следующий бой. Это круто было. Да, кстати. Если что, наверное, важным будет ещё сказать, что у Турма, помимо вот этих вот подкалиберов, есть ещё и кумулятивы, и... его ещё БФС. Но ни то, ни другое не считаю сейчас релевантным выбором. Почему? Первые взводятся. А кусты, как и вторые, урона у хэшей практически сейчас нет. Да и кумулятивы, опять же, имеют хуже баллистику. А урон у них опять плюс-минус похожий на эти подкалиберы. Как мы увидели по предыдущему бою, нормально подкалиберы наносят его. Тем более с перезарядкой в 5 секунд. Короче, не вижу для себя никакой альтернативы. Какие красивые деревья всё-таки стали. Вот с цветностью такое чувство как будто сделали, или как-то переработали растительность, и это безумная красота. Какие они красные осенние вот эти деревья с жёлтым. Но вот безумно не красота, когда у меня всё это фризит несчастно, просто постоянные просадки до 50 кадров. Мне даже вот интересно, это у меня видяха перестала вывозить, хотя у неё был запас? Или это мой процессор не вывозит? При том, что если, кстати, это был процессор... Да-да, отвали. А если это был процессор, то я даже не знаю, что делать, потому что у меня 5800X, как бы с хорошей памятью, разогнанной, вторички и третички и вся фигня. Я не знаю, что должно тогда у тебя стоять. О, не пробил. Пипец мне. Я умер. Не, не умер. Чё за бред? Как я жив до сих пор? У меня нет дымов. У этой штуки нет дымов, лагает, 25 кадров, великолепная игра, просто. Кого я не пробил? Как я умудрился его не пробить, что мне интереснее, ещё больше даже. Но, тем не менее, даже так, БМП-ху просто наотмышь по лицу. Пау! Куда лезешь вперёд, батьки? Ладно. Благо, у меня дублёр есть. И в этом случае я могу что-то... Слушайте, невозможно лагает. Давайте попробуем что-нибудь сообразить. Я так и буду ныть на эту всё... Блин, у меня и так настройки сниженные. Что ещё можно снизить, чтобы оно перестало лагать? Ну как? У меня когда-то стояли максимальные. Я по чуть-чуть, помаленечку отключаю эти настройки. Потому что я перестаю просто вывозить это всё. Но сколько можно это отключать? Разрешение рендера осталось ещё отключить, и всё. И как я вообще играть тогда буду? Всё равно у меня ощущение, как будто я рывками играю в эту игру. Пипец. Причём, по-моему, даже вчера у меня не было такого жуткого ощущения, что оно так лагает. Может быть, это только на каких-то конкретных картах. Чё происходит? Да, пипец. Я не могу, но оно просто вот фризит! Как я должен осматриваться? Я просто не могу. У меня вот как у быка красные глаза на это всё. Я пошёл перезапускать игру. Я не знаю, может, это поможет как-то. Жесть. Я очень надеюсь, что эта история не будет повторяться после перезагрузки игры. Пока что вроде более-менее оно работает. Ну ладно. Ааа, так, точка. Прострел. А прострел с перезарядкой в 5 секунд возможно значит много фрагов. Кстати, учитывая дичайший зум на турме, я даже вот не знаю, у меня получится нормально попадать-то. Или нифига у меня не получится попадать на данном виде техники. Боже, ещё термоядерное солнце, как всегда, против нас. Против противников термоядерное солнце, конечно же, не включается, а вот против нас это да. Опа, здорово, БМП. Эти БМП, они так и хотят леща от Совского. Я не знаю, куда они лезут. Первыми в бой, первыми в ангар. Молодцы. Часть команды, часть корабля. Часть команды, часть в ангар. Чё-то больше никого не видно. Это правда ни о чём нам не говорит. Поехали налево. Не, пролагивает всё-таки. Пролагивает. Я не знаю почему. Это, это надо поблагодарить разработчиков за баги, видимо. Опа, гусеничка. Кто это вообще? Т-55 какой-то, что ли? Ну, 54-очка была. 54-очка была, да сплыла. Не попал. Выше надо взять. А я не могу по нему попасть, у меня не опускается эта штука. Я ничего не вижу. Во-первых, посмотрите на мой FPS. Во-вторых, как... О, рикошет. Понятно, я умер, да? Да, я умер. Это было без вариантов. Это прикол. О, лол. Он прям в орудие меня взорвал. Ничего себе. Ну, слушайте, это была плохая идея просто встать в поле. Я знаю. Я знаю. Я просто надеялся, что я их перестреляю, но нет, не перестрелял никак. Такое, к сожалению, не прощают, что очевидно. Точка С нечейная. Я думаю, что теперь мне нужно обратить внимание на другой фланг, раз пока что там нет никого. Но все это, как всегда, только пока. Может быть, кто-то подъезжает вот отсюда пострелять. Так как это машина для дистанционных все-таки перестрелок, по большей части я полагаю, то, наверное, стоит именно это реализовать, свое преимущество. Хотя вот против птуровозок не сказал бы, что у нас в принципе есть какое-то на это что-то преимущество. Ну, то есть, окей, ты можешь с ней постреляться. И будет такая же история потом, как с вот этой Т-1. Рикошет не пробил. Хотя 54-ка при этом уничтожилась. Это кто? Перелет. Тут 1200 метров, что ли? Ну, к подкалиберам надо привыкать. А, это старщит. Ну, я знаю, что это старщип, но старщит. На, не пробил. А вот были бы кумулятивы! Эх! На, отдыхай. На двигателе хоть постой, а то прицелиться по тени возможно, ты елозишь, как не знаю кто. О, осталась последней. Чуть ниже надо было взять, по-моему. А, он и так погиб. Отлично. Ну вот, против птуровозок, которые едут, можно повоевать. Главное, стоять на месте. И никуда не двигаться. Ну, это, конечно, так себе идея. Я не буду здесь до скончания времен стоять. Кстати, почему-то чувак, который ехал к точке С, умер. А почему он решил закосплеить Гуфа? Вот это главный вопрос. Боже, безумно лагает. Как играть-то? Причём, я вот недавно же снимал видео, не было этой истории. Чё случилось-то? Вряд ли, что-то у меня с компом произошло. Ничего не должно было случиться. Ладно, фиг с ним. Двигаемся. Так играем, как можем играть. Причём, это, судя по всему, не от настроек зависит. Снижай, не снижай, без разницы. Какая-то просто другая история. Надо комп перезагрузить, драйвер обновить. Не знаю. Всё вместе. Всё, что может хоть как-то повлиять, пора это будет сделать. Так, чё у нас? Четыре фрага. Вроде бы мы как-то прям нагло подставляемся и совершенно не паримся о том, куда мы едем и чё мы делаем, но при этом фраги делаются. Фраги мутятся. Всё крутится. Сможем ли мы здесь кого-нибудь поймать? Ну, точнее, нас, скорее всего, сейчас поймают за жопу, но честно говоря, да, пипец тут врагов. Чё-то... Наводчик, вот вам урон подкалибера, но у меня опять секунд КД, как бы, поэтому до свидания. Я играю в сайт-шоу, боже, как я должен убивать врага? Я хотел бы не обращать на это внимание, но оно настолько сильно себя плохо ведёт, что... Так, 54-очка стоит. Бам. 54-очка не стоит. Слушайте, короче, по поводу Турма, если ты не подставляешься или противник по какой-то непонятной для меня причине не считает, что ты для него самая главная угроза всей жизни, то, ёпара с этой, чё творит этот танк? Просто кранты. Это просто кранты. Он просто разносит всё, причём у него не кончаются патроны, ну, потому что бесконечная боевая укладка первой очереди. Так что пушка с перезарядкой в 5 секунд, которая пробивает всё из хорошей баллистики, это реально зло. Ну, для противника, конечно же. Не для нас. Да, это враг, которого нельзя убить. Да, это так. Да, вы всё правильно поняли. А, он живой был, ни хрена себе. Слушайте, у нас сейчас... Можно нас не надо? Спасибо. А можно не надо? Вот тот самый кот. А, пипец, что происходит. Слушайте, я бы не лез вперёд. 7 фрагов, как с куста просто. Противники, которые сами едут умирать об тебя. Главное, сныкаться от самолётов, потому что я боюсь, что именно они станут нашими главными врагами. И у меня ещё есть 16 снарядов. То есть, я весь респаун могу дальше доуничтожить. Если мне это будет так необходимо. Ну, они не особо хотят подставляться. кто-то сломал мне 30-ку. Или что? Или она была покоцанная, и я начал из неё стрелять, и она взорвалась. Что-то я вот этого не заметил. Скорее всего, последняя. Вряд ли кто-то выстрелил мне именно в 30-ку. Опа. Критические повреждения! Да! Да, да, детка! Именно это я и хотел сказать. Этой 30-кой можно сбивать самолёты. Блин, он, наверное, не упадёт, но... Но зазевавшиеся низколетящие птички отгребают от турма так же хорошо. Маус приехал на респаун. Ещё это! Я согласен. Абсолютно нефиг. Абсолютно нефиг. Маус может всё, если захочет. Боже, какое-то безумие происходит в боях. В следующий бой. Давайте ещё один. Я так подозреваю, этот балансировщик карт сломан. Несите другой. О, ещё один турм-3. Здорово, головастик. Лоботомированный. Потому что опять это же карта, правда, с другого респауна. Это абсолютно ничего по факту для меня не меняет, конечно, но тем не менее. Окей. Ждём противника там и начинаем его расстреливать. Потому что то, как на дальняк этот танк стреляет, честно говоря, он и без лазерного дальномера способен просто толпами выкашивать врага за счёт хорошей баллистики и нормальной перезарядки. Поэтому здесь и без него вполне себе. Главное найти себе вот этот прострел и пользоваться им весь бой и всё. и ты в общем-то в шоколаде абсолютно. Тот ещё заяц, ласковый мерзавец. А я могу на Б? Не, не могу. Далековато я стою. Точнее, еду от этой точки. А, вот там едет противник. Ищем его ещё раз. Так, гусеницу я в итоге не сбил. Понятно, обидно. Нет, зум тут просто какой-то конский, абсолютно невозможный для реализации. Точнее, наоборот, возможный, но очень неудобный, конечно. Если ты пытаешься в цель в какую-то конкретную попасть, то да, но вести как раз-таки поиск этой цели абсолютно невозможно. У меня не поднимется на него тридцатка, благо у меня мелкашный пулемёт есть. По-моему, он сбит. Да. Я, по-моему, всю тридцатку по нему и стрелял. Надо назначить как-то отдельное вооружение. Это я не знаю. Потому что тратить снаряды для тридцатки, когда ты сбиваешь сбитый вертолёт, обидно. По-моему, там кто-то был. Слушай, зато вот так вот высматривать через листву чуваков, ну, это куда удобнее. Если ты знаешь конкретное место, где будут проезжать враги, то есть как бы прострел занял, то таким образом тебе в разы удобнее брать и вот такие вот шоткали выписывать плюхи, которые с респа уехать не успел. Здорово, дружище. Не пробил. Нифига себе. А на сколько у меня пробитие под калибр, что я его умудрился не пробить? Не пробил. Понятно. Это... Это не везение. Был бы, кстати, кумулятив, наверное, пробил бы. Но кумулятив летит долго. С кумулятивом другие сложности связаны. Скинем сюда арту. Так, чисто ради интереса. И ждем этот М47. Нам торопиться некуда, мы заняли позицию. И вот я хочу поиграть просто, знаете, аутистик стайл. Стоишь на позиции, вообще никуда не выезжаешь. Ждешь фраги. Причем с респауна я абсолютно ведь уверен, они еще поедут. Но они не могут не поехать. И все. И не паришься о жизни. Вон, кстати, Леопард тоже занял позицию. В общем, мы их с этой стороны держим. Вопрос, что нам надо еще одну точку захватить, чтобы побеждать. И вот с этим как раз-таки сложности есть у нас. Причем мои союзники, вон они справа вообще еще дальше проехали, чем я. Мне кажется, моя позиция здесь, ну, практически бессмысленна. Надо ехать как-то в город тогда воевать. Ладно, что я стоять-то буду? Когда у нас и так вся команда здесь стоит. Я, конечно, самый крутой, самый точный, самый меткий, самый-самый, но кто захватывает точки-то будет если не я. Мои союзники явно не хотят никуда ехать. Вот мы смотрим вот на это, вот и все. Другой Трум-3, кстати, тоже встал на прострел. Все уже прохавали, как играется этот танк, видимо, и, кстати, он умер на этом простреле. Просто держу в курсе. То есть, получается, нифига он не прохавал. Что-то он понял, и за это моментально поплатился. БМП-2. Кстати говоря, отрицаточка для нее ведь так же разрушительна, как и наше основное орудие. Главное ее найти, суметь. Но она не хочет подставляться больше. Я тоже, кстати, под нее не хочу еще раз вылезать, так что надо двигаться дальше. Так, я не посмотрел, сколько у нас пробития на трясатке. Там еще вертолет, по которому бы хорошо было пострелять, но его не видно. Стабилизатор прикольный. Он действительно очень похож на топовый, но похож. Все-таки он не топовый. Похожесть его заканчивается на том моменте, когда ты начинаешь на ходу пытаться на маленьком кого-то выцеливать. Он что-то как-то странно его подергивает. Как будто он не хочет стабилизировать именно на маленькой скорости, что, честно говоря, наоборот, странно. То есть в сложных условиях он стабилизирует, но в более простых нет. Типа сам контролирую все это дело. Это непонятно для меня. Блин, я так боюсь сейчас отъехать от этой БМП, которая тут есть. Да и не только от БМП. Мне кажется, там помимо Бэхи есть просто целый штат сотрудников, которые хотят турму впихнуть. Кто-то там есть. Я его слышу. Но слышите уничтожить? Немножко разные вещи. Это был М-47, кстати, тот самый, которого, видимо, я не убил. По крайней мере, он очень похож на того, который два раза оттанковал мой снаряд. И мне повезло, я ведь мимо выстрелил. Ну, то есть чисто в стрелка там, в механика водителя. Но при этом уничтожил. Кстати, скорости хватает вообще за глаза. Вообще нет претензий к скорости этого танка, он очень быстрый. Это зря. Это я сделал зря. Проезжаем дальше. Тогда меняем позицию. Где-то здесь должен быть. Да-да-да, вот они с гепардом с нашим перестреливаются. Блин. Я сам себя загнал. Красивая статуя. Ой. Простите. Рукожоп, рукожоп. Я обязательно новую поставлю сюда. Этот, наверное, и все. Я больше не слышу, чтобы он как-то там активно что-то делал. Есть еще здесь. Там наверху, по-моему, кто-то. Меня заинтересуют вот эти чуваки, которые наверху, на самом деле. Туда больше. Блин. Это была какая-то вкусняха, которую мы могли даже с тридцатки, наверное, забрать. Ладно. А все-таки в лобешник тридцатка не пробивает. Танки именно, ОБТ там всякие. Но урону у нее и пробития достаточно, чтобы борта такие раскатывать. Вот опять. Короче, просто не лезь на рожон и будет тебе счастье. Будет тебе много счастья. И вот у меня три фрага есть. При том, что я, по сути, весь бой ищу себе место, откуда я хоть что-то бы мог сделать. Почти вся вражеская команда, кстати, погибла за это время. Я, кстати, свечусь о вражеский респаун. Они знают, что я здесь. Ну, с другой стороны, я примерно знаю, где они, поэтому не то, что меня это сильно волнует. Вон там коробочка какая-то. Коробочка, будешь хоронить, ребят? Не, не будешь. Будешь, будешь. Вот тебе 30-очку еще в догонку. Не, великолепно. Против таких достаточно незащищенных и небронированных штучек эта 30-ка, даже с ее не самым большим боекомплектом, это уникальная штука. Ни у кого такой больше нет, по-моему. Непонятно откуда. Ну, в смысле, оттуда откуда-то. Ага, вот оно. Где? Где конкретно? А, я не успел. Я его потерял из-за этого зума, я его искал, нашел, потом зашел в зум, потерял опять. А, обидно. Ну, что вот ты там делаешь, а? Умник, блин. Приколисты такие, я не могу. Уехали на самый край карты и думают, что таким образом они могут бой выиграть. Ну, с другой стороны, ладно, они фраги набивают, почему нет. Где-то, где-то вот, даже не пойму где, они вот там дальше, по-моему. То есть, я их отсюда с респауна не вижу, что ли, или вижу? Или они еще правее? Ммм, то, что с респауна выглядит по-другому немножко. Не, мне кажется, они там же. Просто, да, еще дальше, где-то вот там. И надо попробовать, а, вон, вон, вон их выносят. Они от меня здесь скрыты. Получаются. То есть, они могут простреливать собственный респаун. Это ж надо, насколько предвидеть, поражение своей команды, чтобы заранее так сделать. А, вот он стоит. Ну, все. Отомстили. А, Полармс! Ты что? Хотел сва... Господи, они реально просто там целой толпой стояли на краю карты. Красота. Не, не попал. А жаль. У меня тридцатка, наверное, почти кончилась. Надо бы перезарядиться. Да, как раз. Буквально на один выстрел осталось. Вон тоже горит чувак. Ну, это турщик, видимо, какой-то был. Короче, турм-3, несмотря на свою довольно слабую живучесть, в тех моментах, когда его не видят, он творит просто, конечно, гениальные вещи. И особенно вот эта тридцатка, это действительно киллер-фич. Я сначала не поверил, что она что-то может, а потом как заорал, когда она начала убивать танки. Это действительно крутотень. Но стопудово нужен бой, в котором я сольюсь, поэтому мы сейчас еще пойдем в один. Я не думаю, что в этом что-то мы еще сделаем. Летает там где-то вдалеке кто-то. Ну ладно. Давайте в следующий бой будем бездарно сливаться там. Итак, ну что ж, Тунис. Ну что ж, сирийские нанайские мальчики сейчас будут меситься в глине. Сирийские нанайские танчики. Простите меня, кто представил себе это в плане Рул 34, я надеюсь, вы это разведите. И не только, чтобы там были мальчики тогда хотя бы. А то это уже совсем какой-то фури-экспириенс. Нам такого не надо, мы такое презираем. А двигаемся на прострел точки А. Я просто заколебал съездить в город каждый раз. На точку Б ехать, ну уж совсем, это явно не на турме третьем. Которому бы вообще незамеченным оставаться. Поэтому двигаемся туда, где мы вроде бы как можем быть и полезны, и эффективны. Но что-то пока никого не видно. О, видно. Вот они едут. Здорово, бредля. Урона нет. Прикольно. Прикольно. Сказал я и расстроился очень сильно. Потому что ну это ненормально. Надо было с тридцатки ему еще добавить. Чтоб жизнь сахаром не казалась. А то что-то он офигел. Слушайте, ну углов вниз очень много. Прям нравится. Еще эти деревья, из-за которых ничего не видно. А я могу? А, тут занял позицию мардер, поэтому не хотелось бы его подталкивать к суициду. Мы пока не с ним не в таких отношениях. а мы можем поставить его на гуслю. На. Нет, мы его, кстати, не пробиваем нормально. Ему надо в кармашек именно попасть. И в этом случае мы его опа, бредля высунулась. А я был готов со своей тридцаткой. Хех. Я поставил ее на двигатель и стал тем самым чуваком, который ее уничтожил. А, ну вот я на ИСа высунулся. Я хотел пробить его в кармашек, в кармашек. Не попал и от него сдох. Хотел слиться бездарно. Ну вот я слился бездарно. Кстати, все равно две помощи при этом у меня есть. Ну, очевидно, тут не было шансов против деструктора выжить. Кстати, абсолютно необоснованная смерть, которой можно было бы избежать. Давайте с другого респауна тогда пойдем. Точка С что-то потеряна. Если А мы более-менее захватываем, то здесь противники наших давят. Пока Рада можно оставить на самое сладкое, самое эпичное поражение в нашей жизни и пойти на том, на чем мы можем. Да, кстати, перестал лагать. Это от карты что ли зависит или что? Это великолепно. Боже, вам как раз самые большие проблемы этих подкалиберов, что вам не хватает урона по легкой технике. И тридцатка компенсирует отсутствие урона по легкой технике. Вы встречаете руйката, которого вы в борт нормально не пробили и сломали ему только командира? Ну, втащите ему еще с тридцаточки. Ему определенно хватит и пробития, и урон у этой тридцатки великолепный. БМП-2. Я ее поздно заметил слишком и тут как бы не было вариантов. Но, блин, если бы заметил, тридцатка порвала бы ее просто и все. Я боюсь, что на Рада на этом боевом рейтинге я ничего не сделаю. Тем не менее, то есть, блин, это очень хорошо демонстрирует то, что Турм-3 очень уязвим. Предельно. Вот, бесконечно. Но, при этом, самый эффективен. Если ты видишь первые БМП, ты ее убьешь. Если нет, то нет. Причем, наведение у Турма-3 довольно медленное. Башни, сколько там получается? 16-17 градусов в секунду. Это действительно так, прям, ну, нормально, но не быстро вообще. И, как раз-таки, против легкой техники это только шанс, если ты как раз-таки по нему стрелял и не нанес урона. Если он оказался у тебя в борту, в бортах, в борте, то ты ничего с этим сделать не в состоянии. Убить бы эту БМП-2. Она, кстати, нас собьет куда проще, чем мы ее, поэтому вот фиг его знает, получится ли у нас что-нибудь на этом самого рада. Бомбу пока буду скидывать на БМП, меня убьют. Не забываем про то, что всякие ИТ-шки способны довести ПТурчик, да и у БМП тоже есть эти самые ПТуры. Мне хочется убить именно ее, правда, я ее не вижу. Ладно. Не вижу, тогда не трогаем. А на респауне есть кто-то? Есть кто-то. Правда, не совсем для меня понятно, он жив или не очень. По-моему, нормально скинул бомбу, Да, я попал, я попал! Великолепно. Значит, все-таки чуточку раньше надо скидывать. Т-54 мы отправили в ангар. Там, по-моему, то ли у меня на шести кто-то, то ли там вертолет, который очень зол на жизнь. На тебя. Я надеюсь, я попаду. Это был руйкат какой-то еще один? Нет, я его перекинул, слишком поздно бомбу дал. Так-то я его могу из курсового вооружения расстрелять, я его пробиваю. То есть у них очень много техники, которую я могу таким образом убить, но помощь уничтожения. Да, там то ли вертолет, то ли что. Надо бомбу скинуть максимально быстро. Опа-па-па! Минус жопа! Ать! Да! Ну вообще-то на вулкана я скинул! Хорош вулкан! Хорош! Мог еще немножко подождать, тогда бы я вообще тебе шансов не оставил. А! Он на меня в лоб идет. Нет, не попал. Вроде бы есть две пушки, но ни одной из них я не попал. А! Я без хвоста, без фюзеляжа, но при этом я все еще лечу, потому что движки мне не покоцали. Это, конечно, забавно. Скорости нет, ничего нет, и я его тащу на свой вертолет. Помоги, пожалуйста, дружище. Не, он, мне кажется, не особо хочет. Это Хьюи, что ли? Ух, один Д. Уж, один Д. Малин. Ой, как меня шатает. И таким образом я все равно дотяну до филда и выживу. Это эпично, конечно. А, не, не выжил. Он все-таки срезал наш вертолет, который стоял, смотрел на то, как меня убивают. Догнал и износявкал. Ну, даже так, вот бой, где мы просто умирали первое место в команде. Ну, ну, смех и грех, конечно. Ладно, давайте к выводам по Турму Третьему. Что сказать по итогу по Турму Третьему? Это хороший премиум танк без вариантов. На 8.0 это такая идеальная иллюстрация хрустальной пушки. Знаете, чем-то напоминает АМХ 50. Брони нет, но при этом хорошее орудие с перезарядкой, но еще и тридцаточка на легкие цели и на самолеты. Просто, да, несмотря на все его минусы, они все ограничиваются вашей невнимательностью или неумением позиционировать технику в бою. А со всем остальным, так сказать, есть мастер-карт, точнее в России теперь больше нет, простите, но у вас, по крайней мере, есть вот эти вот подкалиберы с перезарядкой в 5 секунд и, блин, многие противники такое не переживают. А на этом на сегодня все. Благодарю всех за видео, надеюсь, оно было полезным для тех, кто раздумывал брать себе турм или нет. Увидимся в следующем, тут еще много новинок патчей и не только. Всем до новых встреч, пока-пока.